Я свяжусь с несколькими друзьями и посмотрю, доступны ли они. Я настроен на приключения. Звучит захватывающе. Всегда приятно делиться приключениями с друзьями. Определенно. Изучение новых мест и совместное занятие новыми видами деятельности создают прекрасные воспоминания. Задумывались ли вы о том, в какое приключение вы бы хотели отправиться? Я открыт для предложений. Может быть, поход в поход или отдых на выходные в близлежащий город? Оба варианта звучат фантастически. Пешие прогулки позволят нам соединиться с природой, а поездка по городу подарит совершенно другие впечатления. Это правда. Давайте посмотрим, что интересует наших друзей, и примем решение, исходя из их предпочтений. Всегда полезно учитывать интересы каждого, чтобы каждый мог отлично провести время. Я свяжусь с ними и почерпну идеи. Уверен, мы придумаем захватывающий план приключений. Идеальный. Давайте будем непредвзяты и будем готовы к новым впечатлениям и веселью. Совершенно верно. Впереди приключения, и мне не терпится отправиться в это путешествие с друзьями. Это будет незабываемое приключение. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Давайте начнем планировать и приготовимся прекрасно провести время вместе. Урок 2. Разделение профессий. Я работаю учителем в местной школе. Как насчет тебя? Это замечательно. Быть учителем должно быть приятно. Я работаю графическим дизайнером. Преподавание действительно приносит удовлетворение. Мне нравится помогать студентам учиться и расти. Что вам нравится в работе графическим дизайнером? Как графическому дизайнеру мне нравится выражать свои творческие способности и воплощать идеи в жизнь с помощью визуальных элементов. Звучит увлекательно. Дизайн играет решающую роль во многих аспектах нашей жизни. Совершенно верно. Удивительно, как дизайн влияет на то, как люди воспринимают вещи и взаимодействуют с ними. Я согласен. Приятно видеть, как разные профессии вносят уникальный вклад в развитие общества. Определенно. И преподавание, и дизайн способны вдохновлять и менять мир к лучшему. В своей работе важно находить удовлетворение и радость. Как вы заинтересовались графическим дизайном? У меня всегда была страсть к искусству и визуальным коммуникациям. Занимаясь графическим дизайном, я смогла объединить свои интересы и навыки. Это просто фантастика. Прекрасно, когда мы можем совместить увлечения с карьерой. Мне повезло, что я могу заниматься любимым делом каждый день. Как насчет тебя? Что привело вас к тому, что вы стали учителем? Мне всегда нравилось работать с детьми и помогать им учиться. Невероятно приятно наблюдать за их ростом и развитием. Это прекрасно. Учителя играют важную роль в формировании будущих поколений. Спасибо. Я с радостью оказываю положительное влияние на жизнь студентов и помогаю им полностью раскрыть свой потенциал. Очевидно, что обе наши профессии включают в себя изменения ситуации к лучшему и вклад в развитие общества. Совершенно верно. Наша работа позволяет нам оказывать долгосрочное влияние и этим можно гордиться. Не могу не согласиться с этим. Нам повезло, что мы нашли достойную карьеру, соответствующую нашим увлечениям. Действительно, мы есть. Для меня большая честь каждый день просыпаться и заниматься тем, что нам действительно нравится. Давайте продолжим вносить позитивный вклад в нашу работу и вдохновлять других. Совершенно верно. Мы должны сделать карьеру и изменить жизнь других людей к лучшему. Урок 3. Бронирование номера. Могу ли я забронировать номер на две ночи? Конечно, когда вы хотите заселиться. Звучит неплохо. Мы можем заселиться в пятницу и выехать в воскресенье. Хорошо. Позвольте мне проверить наличие свободных мест на эти даты. Не торопитесь. Было бы здорово, если бы мы смогли найти номер с прекрасным видом. Я обязательно проверю номера с видом. Это добавляет дополнительный штрих к общему впечатлению. Спасибо. Утром всегда приятно просыпаться с прекрасным видом. Согласовано. Я также посмотрю, есть ли дополнительные удобства или специальные предложения, которыми мы можем воспользоваться. Это было бы замечательно. Несколько дополнительных привилегий могут сделать пребывание еще более приятным. Я нашла несколько вариантов. Есть комната с видом. В стоимость проживания также входит завтрак. Идеальный. Звучит как отличный выбор. Каковы цены на эти ночи? Цены разумные. Это входит в наш бюджет на отдых в выходные дни. Приятно это слышать. Давайте забронируем этот номер на две ночи. Хорошо. Я завершу бронирование и забронирую номер на желаемые даты. Спасибо, что позаботились о бронировании. Я ценю вашу помощь. Нет проблем. Мне очень приятно. Я рад, что смог помочь с бронированием. Я с нетерпением жду выходных. Это будет прекрасный отдых от рутины. Это будет освежающий отдых. Мне не терпится провести время вместе с удовольствием. Я тоже. Это будет незабываемый укенд. Еще раз спасибо за оформление бронирования. Добро пожаловать. Я рада, что смогла помочь. Давайте приготовимся к чудесному отдыху на выходных. Урок 4. Согласование условий. Мы можем согласиться с этим, но мы хотели бы потребовать большей гибкости в ограничениях ответственности. Я понимаю ваше беспокойство. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, какую именно гибкость вы ищете? В настоящее время ограничения ответственности кажутся слишком строгими. Мы бы предпочли увеличить лимит на случай непредвиденных обстоятельств. Я понимаю вашу точку зрения. Важно иметь некоторую свободу действий в случае непредвиденных ситуаций. Именно так. Мы хотим обеспечить достаточную защиту и при этом эффективно управлять рисками. Позвольте мне обсудить это со своей командой и посмотреть, сможем ли мы предложить более гибкое решение. Буду очень признателен. Мы ценим вашу готовность рассмотреть наш запрос. Спасибо за понимание. Мы стремимся найти взаимовыгодное соглашение. Мы считаем, что, немного повысив предел ответственности, мы сможем уверенно продолжить сотрудничество. Я сделаю все возможное, чтобы поддержать ваш запрос и найти решение, отвечающее потребностям обеих сторон. Мы ценим ваши усилия по поиску точек соприкосновения. Это необходимо для успешного сотрудничества. Наша цель – установить партнерские отношения, которые укрепляют доверие и обеспечивают бесперебойные рабочие отношения. Согласовано. Решая эту проблему, мы можем двигаться вперед с уверенностью и взаимопониманием. Я свяжусь с вами как можно скорее и представлю обновленное предложение, отражающее запрошенную гибкость. Спасибо за оперативное внимание к этому вопросу. Мы с нетерпением ждем вашего ответа в ближайшее время. Добро пожаловать. Я ценю ваше терпение и постараюсь ответить своевременно. Мы ценим ваше партнерство и возможность работать вместе. Давайте найдем решение, удовлетворяющее обе стороны. Совершенно верно. Мы стремимся достичь соглашения, которое устроит всех участников. Спасибо, Анна. Мы верим в вашу способность договариваться об условиях, соответствующих нашим потребностям. Урок 5. Отдых на выходных. Всегда так расслабляет. Звучит неплохо. У вас есть конкретное место для нашего отдыха на выходных. Я думала об уютном домике в горах. Где-то в окружении природы и спокойствия. Звучит превосходно. Пребывание в горах было бы отличной возможностью отключиться и расслабиться. Совершенно верно. Это шанс сбежать от городского шума и суеты и воссоединиться с природой. Не могу не согласиться с этим. Спокойствие гор омолаживает ум и тело. Кроме того, обычно здесь есть множество развлечений на свежем воздухе, таких как пешие прогулки или прогулка по близлежащим тропам. Это правда. Было бы замечательно полюбоваться живописными видами во время похода или неторопливой прогулки. А если в каюте есть камин, мы можем уютно устроиться перед ним по вечерам. Звучит восхитительно. Это создаст теплую и уютную атмосферу, идеально подходящую для отдыха. Мне также нравится наблюдать за звездами и пребывание вдали от городских огней, отличная возможность для этого. Совершенно верно. Ясное ночное небо в горах предлагает захватывающий вид на звезды. Это шанс оценить красоту Вселенной и испытать чувство трепета и удивления. Я полностью согласен. Природа напоминает нам о необъятности и красоте окружающего нас мира. Важно делать эти перерывы и уделять приоритетное внимание уходу за собой. Наше благополучие заслуживает внимания и заботы. Вы абсолютно правы. Время, потраченное на восстановление сил и заботу о себе, позволяет нам быть лучшими. И еще лучше, когда мы можем поделиться этим опытом с кем-то особенным, таким как ты. Я чувствую то же самое. Я благодарна за то, что вы стали вашим спутником в этих приключениях. Точно так же, Джон. Давайте проведем выходные по максимуму и вместе создадим незабываемые воспоминания. Не могу не согласиться, Анна. В будущем нас ждет еще много расслабляющих и омолаживающих выходных. Урок 6. Постановка целей. Цели. Это правда. Я нахожу мотивацию работать над чем-то конкретным. Ставили ли вы перед собой какие-либо цели в последнее время? Да, у меня есть. Я работаю над улучшением своего уровня физической подготовки. Моя цель – пробежать полумарафон в следующем году. Это впечатляет. Пробег в полумарафоне требует самоотверженности и постоянных тренировок. Я восхищаюсь твоей решимостью. Спасибо, Джон. Это сложно, но я считаю, что важно бросить вызов самим себе и стремиться к личностному росту. Не могу не согласиться с этим. Выход за пределы зоны комфорта – вот где происходит настоящий рост. Именно так. Устанавливая цели, мы даем себе четкое направление и то, к чему нужно стремиться. Также важно разбивать большие цели на более мелкие и управляемые шаги. Это сделает путешествие менее утомительным. Я полностью согласен. Небольшие шаги и празднование каждой вехи на этом пути мотивируют нас. Это отличный склад ума. Празднование прогресса, каким бы незначительным оно ни было, помогает нам поддерживать хорошее настроение. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы сохранять позитивный настрой и признавать усилия, которые мы прилагаем для достижения наших целей. Я считаю, что рассказ о наших целях, поддерживающем нас друзьям или членам семьи, может стать дополнительным стимулом для поддержки. Я согласен. Наличие системы поддержки делает путешествие более приятным и помогает нам нести ответственность. Кстати, о целях, думали ли вы о каких-либо профессиональных целях, которых хотели бы достичь в ближайшем будущем? Да, у меня есть. Я хочу улучшить свои лидерские навыки и взять на себя руководящую роль в своей компании. Это просто фантастика. Развитие лидерских навыков принесет вам не только профессиональную пользу, но и откроет новые возможности. Спасибо, Джон. Я считаю, что непрерывный рост и обучение необходимы для успешной карьеры. Совершенно верно. Стремление к личному и профессиональному росту позволяет нам быть вовлеченными и мотивированными в наших начинаниях. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим ставить перед собой значимые цели и работать над тем, чтобы стать лучшими версиями самих себя. В этом я с тобой согласен, Анна. Мы должны ставить перед собой цели и достигать их, а также идти по пути к их достижению. Я сочетаю кардиотренировки, такие как бег и езда на велосипеде, а также силовые тренировки. Похоже, это комплексный подход. Кардиотренировки помогают повысить выносливость, а силовые тренировки наращивают мышечную массу. Именно так. Важно соблюдать сбалансированный режим упражнений, ориентированный на разные части тела. Я полностью согласен. Разнообразие упражнений не только делает игру интересной, но и обеспечивает физическую форму в целом. А как же ты, Джон? Как вести активный образ жизни и вести здоровый образ жизни? Мне нравится совершать долгие прогулки или походы на природу. Это позволяет мне очистить свой разум, занимаясь физическими упражнениями. Звучит замечательно. Пребывание на природе наряду с физическими упражнениями имеет свои терапевтические преимущества. Совершенно верно. Приятно отключиться от технологий и погрузиться в красоту природы. Не могу не согласиться с этим. Природа способна омолодить наше настроение и подарить ощущение спокойствия. Помимо физических упражнений, питание играет важную роль в поддержании здорового образа жизни. Каков ваш подход к еде? Я сосредотачиваюсь на включении в свой рацион цельных продуктов, таких как фрукты, овощи, нежирные белки и цельное зерно. Это разумный подход. Цельные продукты содержат необходимые питательные вещества и, как правило, более полезны для нашего организма. Я также стараюсь по возможности избегать обработанных пищевых продуктов и сладких напитков. Все дело в том, чтобы сделать выбор в пользу более здорового образа жизни. Я согласен. Сведение к минимуму обработанных пищевых продуктов и добавленных сахаров может в значительной степени улучшить общее самочувствие. Совершенно верно. Речь идет о питании нашего организма полезными продуктами, которые поддерживают наше здоровье и уровень энергии. Приняв эти здоровые привычки, мы сможем улучшить качество жизни и получить долгосрочные преимущества. Это правда, Джон. Сбалансированный подход к упражнениям и питанию закладывает прочную основу для здорового образа жизни. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию, регулярно занимаясь физическими упражнениями и осознанным питанием. Урок 8. Покупка различных товаров. Анна, я только что посетила этот новый магазин в центре города, и там представлен широкий выбор товаров. Это впечатляет. Звучит неплохо, Джон. Широкий выбор делает покупки более удобными. Что вам нужно купить? Я хочу купить несколько вещей, Анна. Мне нужны продукты, новая пара обуви и подарок на день рождения моей сестры. Это неплохой список, Джон. Давайте начнем с продуктов. Какие именно товары вы хотите купить? Мне нужно пополнить запасы предметов первой необходимости, таких как фрукты, овощи, молоко и хлеб, Анна. Ничего особенного. Это базовые вещи, Джон. Всегда приятно иметь их в наличии. А как же обувь? Мне нужна удобная пара кроссовок, Анна. Я собирался начать регулярно бегать трусцой. Это правильное решение, Джон. Хорошая пара кроссовок обеспечит необходимую поддержку и амортизацию. Точно, Анна. Я хочу заботиться о своих ногах, оставаясь при этом активным. Теперь давайте поговорим о подарке моей сестре. Что интересует твою сестру, Джон? Знание ее предпочтений поможет нам выбрать продуманный подарок. Она любит читать, Анна. Я подумывал купить ей новую книгу или подарочную карту в книжный магазин. Звучит как отличная идея, Джон. Книга или подарочная карта позволят ей выбрать то, что ей действительно понравится. Я тоже так думаю, Анна. Очень важно учитывать ее личный вкус и дать ей то, что она оценит по достоинству. Безусловно, Джон. Подбор подарков в соответствии с ее интересами показывает, что вы все продумали. Согласна, Анна. Когда дело доходит до подарков, именно эта мысль имеет значение. Теперь давайте составим план покупок. Конечно, Джон. Мы можем начать с приоритизации продуктов питания, так как они необходимы. Затем мы можем перейти к обуви и подарку. Звучит логично, Анна. Давайте составим список покупок, чтобы ничего не забыть. Отличная идея, Джон. Список покупок поможет нам оставаться организованными и получить максимум удовольствия от поездки по магазинам. Я запишу, что нам нужно для продуктов, обуви и подарка, Анна. Она послужит нашим путеводителем. Отлично, Джон. Четкий список упростит наш процесс покупок и предотвратит ненужные покупки. Согласно, Анна. Давайте сделаем все, что нам нужно, учитывая наш бюджет и принимая разумные решения. Безусловно, Джон. При правильном планировании и целенаправленном подходе мы можем эффективно достичь наших торговых целей. Спасибо за помощь, Анна. Иногда покупки могут быть утомительными, но наличие плана упрощает задачу. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Давайте сделаем нашу поездку по магазинам успешной. Действительно, Анна. Мы готовы найти все, что нам нужно, и получать удовольствие от процесса. Урок 9. Приветствие посетителя. Мы рады видеть вас здесь. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать их. Спасибо, Джон. Я ценю теплый прием. У меня есть несколько вопросов об окрестностях. Конечно, я здесь, чтобы помочь. Что бы вы хотели узнать? Есть ли поблизости рекомендуемые рестораны? Я бы с удовольствием попробовал местную кухню. Абсолютно. Всего в нескольких кварталах находится очаровательное бестро, где подают вкусные блюда региональной кухни. Звучит превосходно. Мне нравится пробовать новые вкусы и знакомиться с местной кулинарной культурой. Думаю, вам это очень понравится. В бестро уютная атмосфера и меню на любой вкус. Приятно это слышать. Я с нетерпением жду возможности насладиться кулинарными изысками во время моего пребывания. Уверена, вы получите фантастические впечатления от ужина там. Если вам нужны другие предложения, просто дайте мне знать. На самом деле, мне было интересно, есть ли поблизости интересные достопримечательности или достопримечательности. Абсолютно. В нескольких минутах ходьбы отсюда находится исторический музей, демонстрирующий богатое наследие этого района. Звучит увлекательно. Мне нравится изучать историю и культуру мест, которые я посещаю. Тогда вам обязательно понравится музей. Он полон интересных экспонатов и интерактивных экспозиций. Не могу дождаться, когда смогу его исследовать. Спасибо, что указали мне правильное направление. Мне очень приятно, Анна. Я всегда здесь, чтобы дать рекомендации и сделать ваше пребывание незабываемым. Я очень ценю ваше гостеприимство, Джон. Приятно осознавать, что мне есть на кого положиться. Мы вам очень рады. Мы хотим, чтобы ваш визит был приятным и беззаботным. Просто спросите, нужно ли вам что-то еще. Еще раз спасибо, Джон. Ваша доброта и помощь очень важны для меня. Все дело в том, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома и получили незабываемые впечатления. Мне повезло, что у меня такой гостеприимный хозяин. Я благодарен вам за помощь. Мне очень приятно, Анна. Мы рады видеть вас здесь и хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома. Я уже чувствую это благодаря тебе. Желаем вам незабываемого и приятного времяпрепровождения вместе. Приветствую вас, Анна. Давайте воспользуемся вашим визитом по максимуму и оставим незабываемые воспоминания. Звучит великолепно. Как мне начать этот проект? Во-первых, давайте определим цели и задачи проекта. Чего вы надеетесь достичь? Я хочу повысить вовлеченность клиентов и улучшить наше присутствие в интернете. Отлично. Далее мы должны наметить график с указанием конкретных этапов и сроков. В этом есть смысл. Четкий график поможет нам не сбиться с пути и оценивать прогресс. Теперь давайте определим ресурсы и членов команды, необходимые для проекта. Хорошее замечание. Нам нужно собрать способную команду и собрать необходимые инструменты и материалы. Как только мы сформируем команду, мы сможем распределить роли и обязанности, чтобы обеспечить бесперебойное сотрудничество. Совершенно верно. Каждый член команды должен иметь четкое представление о своих задачах и сроках. Коммуникация будет иметь ключевое значение на протяжении всего проекта. Нам следует проводить регулярные совещания по обновлению информации. Я согласен. Регулярные встречи позволят нам решать любые вопросы и держать всех в курсе. Кроме того, мы должны создать систему управления проектами для отслеживания задач и мониторинга прогресса. Это умная идея. Система управления проектами поможет нам оставаться организованными и подотчетными. По мере продвижения вперед важно постоянно отслеживать и оценивать наш прогресс. Согласовано. Регулярная оценка позволит нам внести коррективы и убедиться, что мы на правильном пути. И не забывайте отмечать вехи и достижения на этом пути. Это повышает боевой дух. Вы правы. Признание и оценка наших достижений мотивируют команду. Наконец, как только проект будет завершен, мы должны провести тщательный анализ и документировать извлеченные уроки. Это ценный шаг. Изучение нашего опыта поможет нам улучшить будущие проекты. Совершенно верно. Следуя этим шагам, мы можем подготовиться к успешному проекту. Спасибо, что помогли мне в этом процессе, Анна. Теперь я чувствую себя увереннее. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы поддерживать тебя на каждом шагу. Давайте сделаем этот проект успешным. Я ценю твою поддержку, Анна. Вместе мы достигнем наших целей и добьемся выдающихся результатов. Урок 11. Йога дома. Я с радостью помогу. Йога дома – это поистине блаженное занятие. Приятно это слышать. Я давно хотела начать домашнюю практику йоги. С чего мне начать? Во-первых, найдите тихое и удобное место в своем доме, где вы сможете спокойно заниматься спортом. Отличная идея. Я создам спокойный уголок, где смогу расслабиться и сосредоточиться на тренировках. Затем соберите необходимые предметы для йоги, такие как коврик, блоки и ремешок для поддержки и выравнивания. Я обязательно куплю их. Правильный реквизит поможет мне лучше тренироваться. Теперь давайте рассмотрим несколько удобных для новичков пост-йоги, с которых вы можете начать. Это было бы полезно. Какие простые позы я могу попробовать как новичок? Вы можете начать с базовых поз, таких как поза горы, поза собаки, обращенная вниз и детская поза. Я их запомню. Если я начну с фундаментальных поз, это поможет мне заложить прочный фундамент. Совершенно верно. При выполнении поз важно сосредоточиться на правильном расположении тела и внимательном дыхании. Я учту это. Осведомленность о дыхании – неотъемлемая часть практики йоги. По мере продвижения вы можете постепенно использовать более сложные позы и последовательности. Звучит захватывающе. Со временем я с нетерпением жду возможности продвинуться в своей практике. Кроме того, вы можете ознакомиться с онлайн-классами или учебными пособиями по йоге, которые помогут вам в домашней практике. Отличное предложение. Наличие виртуального инструктора послужит руководством и вдохновением. Не забывайте прислушиваться к своему телу и соблюдать его пределы. Йога – это поиск баланса и забота о себе. Я учту это. Я хочу, чтобы занятия йогой были безопасными и полезными для моего здоровья. Наконец, не забудьте сделать тренировку приятной и уделить время саморефлексии и расслаблению. Я обязательно наполню свою практику радостью и заботой о себе. Спасибо за все рекомендации, Джон. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что смогла помочь вам начать домашнее путешествие по йоге. Я ценю вашу поддержку. Вот как обрести покой и блаженство, занимаясь йогой дома. Приветствую вас, Анна. Пусть домашняя практика принесет вам спокойствие и внутреннюю силу. Урок 12. Поиск компании по разработке программного обеспечения. Нам нужна компания с опытом разработки программного обеспечения. Есть идеи, с чего начать? Хорошим первым шагом было бы исследование авторитетных компаний. Мы хотим найти надежного партнера. Согласовано. Давайте будем искать компании с проверенной репутацией и положительными отзывами клиентов. Также важно учитывать их области знаний. Нам нужна компания, соответствующая требованиям нашего проекта. Определенно. Нам следует сосредоточиться на компаниях, специализирующихся на конкретных программных решениях, которые нам нужны. Как только у нас будет список потенциальных компаний, мы сможем связаться с ними для получения дополнительной информации. Правильно. Мы можем узнать об их опыте, прошлых проектах и технологиях, с которыми они работают. Было бы полезно запланировать встречи или консультации с компаниями, вошедшими в шорт-лист. Таким образом, мы сможем подробно обсудить наш проект и оценить его возможности и подход. Во время встреч мы должны спросить об их процессе разработки и стратегиях управления проектами. Хорошие замечания. Их подход к управлению проектами повлияет на успех и эффективность нашего сотрудничества. Кроме того, нам следует узнать об опыте их команды и имеющихся у них ресурсах. Наличие квалифицированной и опытной команды имеет решающее значение для предоставления высококачественного программного решения. Нам также следует обсудить сроки, основные этапы и предполагаемый бюджет проекта. Совершенно верно. Важно согласовать ожидания и обеспечить соответствие компании требованиям нашего проекта. Наконец, нам следует запросить рекомендации от их предыдущих клиентов, чтобы лучше понять их эффективность. Это разумный шаг. Отзывы предыдущих клиентов позволят получить ценную информацию. Выполнив эти шаги, мы сможем найти компанию по разработке программного обеспечения, соответствующую нашим потребностям. Я ценю ваш вклад, Анна. Давайте начнем наши исследования и найдем идеального партнера. Мне не терпится начать. Вместе мы найдем компанию, которая поможет нам достичь наших целей в области разработки программного обеспечения. Уверен, что мы найдем подходящую пару. Давайте начнем и сделаем этот проект успешным. Урок 13. Планирование поездки. Что ж, я планирую поездку и не знаю, как ее осуществить. Есть совет, Анна. Конечно. Сначала определитесь с пунктом назначения и продолжительностью поездки. Я подумываю поехать в Европу на две недели. Это уже давно в моем списке желаний. Звучит захватывающе. Как только вы приедете в пункт назначения, проверьте визовые требования и убедитесь, что ваш паспорт действителен. Хорошее замечание. Я обязательно проверю визовые правила и при необходимости обновлю свой паспорт. Затем найдите лучшее время для посещения выбранного вами места и учтите погоду и местные события. Отличный совет. Я хочу приезжать сюда в хорошую погоду и проводить интересные мероприятия. Ищите доступные авиабилеты и сравнивайте цены разных авиакомпаний или туристических сайтов. Я буду следить за предложениями авиабилетов и сравнивать цены, чтобы найти лучший вариант для моего бюджета. Не забудьте забронировать жилье заранее. Ищите отели или рассмотрите альтернативные варианты, такие как аренда жилья на время отпуска или хостелы. Совершенно верно. Я начну искать жилье как можно раньше, чтобы обеспечить лучшие предложения и наличие свободных мест. Составьте список достопримечательностей, которые стоит посетить, и составьте примерный маршрут, который поможет вам спланировать свой день. Отличная идея. Составив маршрут, я смогу максимально использовать свое время и не пропустить ни одной важной достопримечательности. Изучите местные обычаи и традиции, а также любой культурный этикет, о котором вам следует знать. Я обязательно ознакомлюсь с местными обычаями, чтобы проявить уважение и избежать культурных недоразумений. Рассмотрите возможность приобретения туристической страховки, чтобы защитить себя в случае непредвиденных обстоятельств. Это мудрые предложения. Для спокойствия я рассмотрю возможность оформления туристической страховки. Наконец, разумно упаковывайте свои вещи, учитывая погоду, развлечения и любые конкретные требования пункта назначения. Я составлю контрольный список и соберу вещи, чтобы у меня было все необходимое для комфортной поездки. Не забудьте упорядочить и легко получить доступ ко всем проездным документам и важной информации. Спасибо за напоминание. Я соберу все документы и сохраню их в безопасном и доступном месте. При тщательном планировании и подготовке ваше путешествие обязательно станет незабываемым приключением, Джон. Я ценю ваши советы, Анна. Теперь я с большей уверенностью планирую поездку. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Прекрасно проведите время, путешествуя по Европе. Спасибо, Анна. Я обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями о путешествиях, когда вернусь. Урок 14. Продвинутые гаджеты. Ого, посмотрите на все эти гаджеты. Они такие продвинутые. Вы видели новейшие технологии, Анна? Да, Джон. Технологии развиваются невероятными темпами. Что привлекло ваше внимание? Меня восхищают новые смартфоны с мощными процессорами и потрясающими дисплеями. Они действительно впечатляют. А вы видели умные часы с функциями отслеживания физической формы и мониторинга состояния здоровья? Абсолютно. Невероятно, как эти часы могут отслеживать наши цели в области здоровья и фитнеса. А как насчет достижений в области виртуальной реальности и устройств дополненной реальности? Они просто сногсшибательны. Мне не терпится познакомиться с виртуальными мирами и приложениями дополненной реальности. Интернет вещей также революционизирует наши дома с помощью интеллектуальных устройств, таких как голосовые помощники и автоматизированные устройства. Это как жить в будущем. Управлять домом с помощью голосовых команд очень удобно. И не забывайте о достижениях в области дронов, робототехники и автономных транспортных средств. Вы правы. Дроны становятся все более универсальными, а робототехника добивается значительных успехов в различных отраслях. Возможности кажутся безграничными. Технологии формируют нашу жизнь так, как мы и представить себе не могли. Следить за всеми этими инновационными гаджетами одновременно увлекательно, а иногда и ошеломляюще. Это правда. Важно осваивать технологии, не забывая при этом об их влиянии на нашу жизнь. Совершенно верно. Мы должны использовать эти передовые гаджеты для повышения производительности, творческих способностей и общего благополучия. И давайте не будем забывать о важности цифровой безопасности и конфиденциальности по мере внедрения новых технологий в нашу жизнь. Мудрые слова, Анна. Нам необходимо быть в курсе событий и принимать меры для защиты конфиденциальности и данных. В самом деле. Технология — это мощный инструмент, и мы должны использовать его ответственно. Я благодарна за то, что живу в эту эпоху технологических достижений. Это захватывающее время. Не могу не согласиться, Джон. Давайте заглянем в будущее и максимально используем эти передовые гаджеты. Перед вами невероятный мир технологий и все возможности, которые он открывает для нас. Приветствую вас, Джон. Позвольте нам и дальше наблюдать за чудесами современных гаджетов и пользоваться ими. Безусловно, Анна. Давайте останемся любопытными и продолжим исследовать постоянно развивающийся мир технологий. Урок 15. Размещение молочных продуктов. Я подумываю включить молочные продукты в свои блюда, но у меня есть некоторые диетические ограничения. Анна, как думаешь, мы можем с этим смириться? Конечно, Джон. Мы определенно сможем найти способы удовлетворить ваши диетические потребности. К чем конкретно заключаются ваши ограничения? У меня непереносимость лактозы, поэтому мне нужно избегать продуктов, содержащих лактозу. Не проблема, Джон. Есть много альтернатив без лактозы, которые вам понравятся. Это очень приятно. Есть ли какие-либо конкретные заменители молочных продуктов, которые вы бы порекомендовали? Миндальное молоко и кокосовое молоко – популярные безлактозные варианты напитков и приготовления пищи. Я уже пробовал миндальное молоко, и оно очень вкусное. Я тоже попробую кокосовое молоко. Вы также можете рассмотреть возможность использования йогурта без лактозы или заменителей сыра без молочных продуктов. Звучит интересно. Я поищу эти варианты в продуктовом магазине. Кроме того, вы можете использовать безмолочные спреды и маргарины на основе растительных масел. Приятно это знать. Я все еще могу наслаждаться моими любимыми спредами, не беспокоясь о лактозе. Абсолютно. Вы также можете изучить рецепты, в которых в качестве заменителей используются немолочные ингредиенты. Отличная идея. Я начну искать безмолочные рецепты, чтобы попробовать их в своих блюдах. Важно внимательно читать этикетки на пищевых продуктах, чтобы убедиться в отсутствии скрытых источников лактозы в упакованных продуктах. Я буду бдителен и проверю этикетки, чтобы избежать случайного употребления лактозы. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы, всегда полезно проконсультироваться с диетологом или медицинским работником. Это мудрый совет. Я обращусь за советом, чтобы убедиться, что принимаю правильные решения в соответствии со своими диетическими потребностями. Помните, что существует множество вкусных и питательных блюд, соответствующих вашим ограничениям на молочные продукты. Спасибо, Анна. Я ценю вашу поддержку и предложение. Приятно осознавать, что я все еще могу употреблять молочные продукты в соответствии со своими потребностями. Добро пожаловать, Джон. Все дело в том, чтобы найти подходящие для вас альтернативы. Наслаждайтесь питанием, включающим молочные продукты. Я так и сделаю, Анна. Еще раз спасибо за помощь. Я с нетерпением жду возможности попробовать эти безмолочные продукты. Урок 16. Бюджетирование и финансов. Эй, как вы распоряжаетесь финансами в последнее время? На самом деле я начал составлять бюджет, и мне это очень помогло. Приятно это слышать, Джон. Бюджетирование – это эффективный способ контролировать свои финансы. Какие стратегии вы использовали? Каждый месяц я отслеживаю свои расходы и классифицирую их, чтобы понять, куда уходят мои деньги. Это разумный подход. Он помогает определить области, в которых можно сократить расходы и сэкономить. Совершенно верно. Я также поставил перед собой конкретные финансовые цели, такие как накопление средств на отпуск или создание чрезвычайного фонда. Четкие цели дают вам возможность работать над достижением и помогают расставить приоритеты в расходах. Именно так. Я начал направлять часть своего дохода на сбережения с самого начала месяца. Это хорошая привычка, которую нужно развить. Заплатив сначала себе, вы гарантированно откладываете деньги на будущее. Кроме того, я стараюсь тратить деньги по своему усмотрению и стараюсь различать желания и потребности. Это важное различие, которое нужно сделать. Это поможет вам принимать более взвешенные решения о расходах. Я даже стала чаще планировать еду и готовить дома, чтобы сэкономить на ужины вне дома. Планирование питания – отличный способ сэкономить. Это позволяет планировать питание, составлять список покупок и избегать ненужных покупок. Для меня это изменило правила игры. Я не только экономлю деньги, но и питаюсь более здоровой пищей. Это двойная победа. Бюджетирование может положительно повлиять на различные аспекты вашей жизни. Я обнаружил, что отслеживание расходов и соблюдение бюджета позволили мне обрести больше финансового спокойствия. Это правда. Четкое представление о ваших финансах позволяет принимать обоснованные решения и снижает стресс. Я рада, что начало составлять бюджет. Это дает возможность контролировать свои деньги и работать над достижением своих финансовых целей. Я рада за тебя, Джон. Продолжайте в том же духе и помните, что для развития финансовых привычек нужно время. Продолжайте учиться и адаптироваться по мере продвижения вперед. Сделаю, Анна. За лучшее финансовое управление и светлое финансовое будущее. Урок 17. Шаги к достижению отличных результатов. Я чувствую мотивацию к достижению отличных результатов в достижении своих целей. Анна, как вы думаете, какие шаги нам следует предпринять? Это фантастический образ мышления, Джон. Чтобы добиться отличных результатов, мы должны начать с постановки конкретных и реалистичных целей. Совершенно верно. Четкие цели дают нам направление и то, к чему мы стремимся. Как только мы определим цели, мы сможем разбить их на более мелкие и выполнимые шаги. Разбив их на части, вы сделаете этот процесс менее сложным и более достижимым. Нам также следует составить график или график, чтобы нести ответственность и отслеживать прогресс. Отличная идея. Регулярный анализ достигнутого прогресса поможет нам не сбиться с намеченного пути и внести необходимые коррективы. На протяжении всего путешествия важно сохранять концентрацию и сохранять позитивный настрой. Позитивное мышление помогает нам преодолевать препятствия и сохранять мотивацию, даже когда сталкиваемся с трудностями. Мы также должны окружать себя единомышленниками и единомышленниками, которые могут вдохновить и воодушевить нас. Наличие системы поддержки может существенно повлиять на наш путь к достижению отличных результатов. Очень важно уделять приоритетное внимание уходу за собой и при этом поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Забота о себе физически и морально даст нам энергию и мотивацию двигаться вперед. Мы также должны быть открыты для обучения и постоянно искать новые знания и навыки, связанные с нашими целями. Непрерывное обучение поможет нам адаптироваться, расти и совершенствоваться по мере достижения отличных результатов. Попутно важно отмечать небольшие победы и отмечать наш прогресс. Празднование важных событий поддержит нашу мотивацию и напомнит о том, как далеко мы продвинулись. Наконец, нам следует принять этот процесс и получать удовольствие от путешествия, а не сосредотачиваться только на конечном результате. Это ценное напоминание, Анна. Само путешествие — это место, где мы учимся, растем и создаем незабываемые воспоминания. Безусловно, Джон. Следуя этим шагам и сохраняя преданность делу, мы сможем добиться отличных результатов в достижении наших целей. Я тоже в это верю, Анна. Давайте предпримем эти шаги и будем работать над достижением желаемых результатов. Мне не терпится увидеть, чего мы сможем достичь, Джон. Мы должны предпринять необходимые шаги и добиться больших успехов. Приветствую вас, Анна. Давайте отправимся в это путешествие вместе и сделаем его незабываемым. Урок 18. Выбор отеля с удобствами. Звучит неплохо. Я предпочитаю отель с тренажерным залом и бесплатным завтраком. Есть предложение? Конечно, Джон. Я могу порекомендовать несколько отелей, соответствующих вашим предпочтениям. Рассматривали ли вы возможность проживания в определенном районе? Я поеду в Нью-Йорк. В идеале мне нужен отель, расположенный недалеко от центра города. В этом случае отель Гранд Плаза – отличный вариант. Он расположен в центре города и предлагает бесплатный завтрак, шведский стол. Это прекрасно. Мне нравится начинать день с хорошего завтрака. В отеле также есть тренажерный зал. Да, в отеле Гранд Плаза есть хорошо оборудованный фитнес-центр, которым гости могут пользоваться. Отлично. Мне нравится поддерживать режим тренировок даже во время путешествий. Другой вариант – отель Парксайд-Ин. Он расположен рядом с парком, поэтому здесь удобно проводить время на свежем воздухе. Здесь также подают бесплатный завтрак. Звучит привлекательно. Перед завтраком я мог бы пойти на утреннюю пробежку в парке. Совершенно верно. В отеле Парксайд-Ин царит безмятежная атмосфера, как для занятий спортом, так и для отдыха. Есть ли у вас другие рекомендации? Я хочу изучить все возможные варианты. Конечно. Отель Сити-Вью – еще один отличный выбор. Отель известен своими панорамными видами на город. Гостям предлагается бесплатный континентальный завтрак. Ух ты, виды на город звучат потрясающе. И завтрак, включенный в стоимость, безусловно, является плюсом. Наконец, популярным вариантом является курорт Риверсайд. В отеле, расположенном на берегу реки, царит спокойная обстановка. К услугам гостей фитнес-центр и бесплатный завтрак. Быть рядом с природой у реки звучит прекрасно. Здорово, что у них тоже есть тренажерный зал. Вот несколько лучших предложений, Джон. Вы можете посетить их веб-сайты для получения дополнительной информации и сравнения цен. Спасибо, Анна. Я ценю ваши рекомендации. Я проверю их веб-сайты и приму решение, исходя из моих предпочтений. Добро пожаловать, Джон. Не торопитесь и выберите отель, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Приятного вам пребывания в Нью-Йорке. Я так и сделаю, Анна. Еще раз спасибо за помощь. Я очень рад найти идеальный отель для моей поездки. Я рада, что смогла помочь тебе, Джон. Прекрасно проведите время в Нью-Йорке и воспользуйтесь всеми удобствами отеля. Я обязательно это сделаю, Анна. Еще раз спасибо. Урок 19. Удобная обувь и разумная цена. Это обувь удобная. Я их куплю. Я согласен, что цена тоже разумная. Отлично, Джон. Важно найти обувь, обеспечивающую комфорт и поддержку. Где вы их нашли? Я нашла их в местном обувном магазине в торговом центре. У них широкий выбор обуви. Это удобно. Вы примерили их, чтобы убедиться, что они хорошо сидят по фигуре? Да, я примерила их, и они сразу почувствовали себя невероятно комфортно. Посадка идеальная. Всегда полезно примерить обувь перед покупкой, чтобы обеспечить ей правильную посадку и комфорт. Безусловно, Анна. Для меня комфорт – главный приоритет, тем более что я буду носить их долгое время. Я прекрасно понимаю. Удобная обувь может существенно повлиять на ваше общее самочувствие. Я согласен. Стоит инвестировать в качественную обувь, которая обеспечивает комфорт и поддержку. Говоря об инвестициях, вы отметили, что цена разумная. Вы нашли их в продаже. Да, они были в продаже, что сделало их еще более привлекательными. Я получил отличную сделку. Это просто фантастика. Найти удобную пару обуви по разумной цене – беспроигрышный вариант. Определенно. Я рада, что мне представилась такая возможность. Это хорошее соотношение цены и качества, которое я получаю. Когда дело доходит до обуви, важно найти баланс между комфортом, качеством и ценой. Не могу не согласиться, Анна. Речь идет о том, чтобы найти золотую середину, в которой все факторы совпадают. Похоже, вы нашли идеальную пару обуви, отвечающую всем вашим требованиям. Действительно, Анна. Я уверена, что эти туфли сослужат мне хорошую службу и обеспечат необходимый комфорт. Это замечательно, Джон. Удобная обувь может положительно повлиять на вашу повседневную деятельность. Совершенно верно. Теперь я с нетерпением жду возможности надеть их и насладиться комфортом, который они обеспечивают. Я рада за тебя, Джон. Приятно найти отличный продукт, отвечающий вашим потребностям и ожиданиям. Спасибо, Анна. Я ценю вашу поддержку. Вот вам и два удобных кроссовки по разумной цене. Приветствую вас, Джон. Пусть ваши новые туфли принесут вам комфорт и удовольствие. Счастливой прогулки. Спасибо, Анна. Я воспользуюсь этим по максимуму. Действительно, приятной прогулки. Урок 20. Расположение автобусной остановки и трафик. В зависимости от трафика, является ли автобусная остановка перед торговым центром хорошим вариантом? Это может быть удобный выбор при благоприятных условиях движения. Рассматривали ли вы другие автобусные остановки поблизости? Другие варианты я пока не рассматривал. Есть ли поблизости другие автобусные остановки? Да, в нескольких кварталах от торгового центра есть еще одна автобусная остановка. Возможно, стоит подумать и об этом. Приятно это знать. Альтернативная автобусная остановка находится в менее загруженном районе. Он расположен на более тихой улице, поэтому здесь обычно меньше трафика, чем перед торговым центром. Избежание интенсивного движения сэкономит мне время и облегчит поездку на работу. Определенно. Меньшее количество заторов может повысить эффективность автобусного сообщения и сделать путешествие более приятным. Я согласен. Я учту это при выборе автобусной остановки. Имейте в виду, что расписание автобусов может меняться в зависимости от остановки, поэтому обязательно проверьте расписание. Это хорошее замечание. Я обязательно посмотрю расписание автобусов обеих остановок. Кроме того, учитывайте близость автобусной остановки к месту назначения. Вам удобнее одно место. Мне нужно будет проверить карту, чтобы узнать, какая автобусная остановка лучше совпадает с пунктом назначения. Не торопитесь сравнить варианты и выбрать автобусную остановку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Я так и сделаю, Анна. Спасибо, что поделились со мной этими идеями. Это помогает принять взвешенное решение. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Если у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я ценю твою готовность помочь, Анна. Я дам вам знать, если мне понадобятся дополнительные разъяснения. Звучит неплохо, Джон. Я здесь, чтобы помочь. Удачи вам в решении и приятного путешествия. Еще раз спасибо, Анна. Я учту все факторы и сделаю лучший выбор. Хорошего дня. Урок 21. Исследование рынка и начало работы. Мы можем начать с исследования рынка. Это надежный план. Давайте начнем. Безусловно, Джон. Исследование рынка имеет решающее значение для понимания нашей целевой аудитории и конкурентов. С чего нам начать? Давайте начнем с определения нашего целевого рынка. Кто потенциальные клиенты нашего продукта или услуги? Это хорошее замечание, Джон. Нам необходимо определить целевую аудиторию на основе демографических данных, интересов и потребностей. Получив эту информацию, мы можем проводить опросы или интервью, чтобы получить информацию непосредственно от наших потенциальных клиентов. Отличная идея. Опросы и интервью могут дать ценные отзывы и помочь нам усовершенствовать наше предложение. Нам также следует проанализировать наших конкурентов. Какие продукты или услуги они предлагают и как нам выделиться. Ты прав, Джон. Понимание сильных и слабых сторон конкурентов поможет нам эффективно позиционировать себя. Мы можем провести конкурентный анализ, изучив их маркетинговые стратегии, цены и отзывы клиентов. Кроме того, мы должны следить за отраслевыми тенденциями и поведением потребителей, чтобы быть на шаг впереди. Мониторинг тенденций позволит нам адаптировать наши предложения и маркетинговые усилия к меняющимся требованиям клиентов. Согласовано. Очень важно проявлять инициативу и реагировать на меняющийся рыночный ландшафт. Как только мы соберем все необходимые данные, мы сможем проанализировать их, чтобы определить возможности и принять обоснованные решения. Анализ данных позволит нам получить полезную информацию и определить наши стратегии на будущее. Нам также следует рассмотреть осуществимость наших идей и провести анализ затрат для обеспечения прибыльности. Совершенно верно. Очень важно иметь четкое представление о связанных с этим затратах и потенциальных источниках дохода. Благодаря тщательному исследованию и анализу рынка мы можем создать прочную основу для нашего бизнеса. Верно, Джон. Это настраивает нас на успех и минимизирует риски по мере продвижения вперед. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Давайте углубимся в исследование рынка и соберем необходимую информацию. Мне не терпится начать, Джон. Давайте воплотим наш план в жизнь и создадим прочную основу для нашего бизнеса. Действительно, Анна. Я верю, что совместными усилиями мы сможем принимать взвешенные решения и добиваться успеха. Безусловно, Джон. Давайте работать вместе и сделаем наше деловое предприятие процветающим. Вперед в плодотворное путешествие. Приветствую вас, Анна. Давайте отправимся в это увлекательное путешествие и создадим что-то замечательное. Урок 22. Бронирование столиков в ресторане и специальный запрос. Могу ли я заказать конкретный стол? Конечно, Джон. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваше предпочтение по выбору столика. Могу ли я узнать, какой стол вы имеете в виду? Если возможно, я бы хотел, чтобы у окна был столик. Мне нравится естественное освещение и вид. Замечено, Джон. Мы учтем ваше предпочтение и отдадим предпочтение Тому, чтобы рассадить вас у окна. Отлично, Анна. Спасибо, что рассмотрели мою просьбу. Я ценю ваше внимание к деталям. Добро пожаловать, Джон. Мы хотим, чтобы вы получили приятное впечатление от ужина в нашем ресторане. Я с нетерпением жду этого. Я слышала замечательные вещи об атмосфере и еде. Мы стремимся обеспечить первоклассный сервис и вкусную кухню. Уверен, что вам понравится ваш визит. Это обнадеживает слышать. Есть ли что-то еще, что мне нужно знать или сделать для бронирования? Еще кое-что, Джон. Не могли бы вы сообщить нам количество гостей, присоединившихся к вам? Это будет группа из четырех человек, включая меня. Мы будем рады поужинать в вашем ресторане. Идеальный. По запросу мы забронируем номер на четверых в десять часов у окна. Это просто фантастика, Анна. Спасибо за помощь. Я ценю вашу помощь в бронировании. Мне очень приятно, Джон. Мы ценим ваше покровительство и сделаем так, чтобы ваш визит запомнился вам надолго. Уверен, что так и будет. Мне не терпится насладиться вкусной едой в прекрасной обстановке. Мы будем готовы принять вас и ваших гостей в десять часов, и с нетерпением ждем возможности обслужить вас. Еще раз спасибо, Анна. Скоро увидимся в ресторане. Хорошего дня. Урок 23. Советы по увлекательному общению. Какие-нибудь советы по помолвке. Взаимодействие очень важно. Я стараюсь оперативно отвечать на комментарии и сообщения. Отличный подход, Джон. Быстрые ответы показывают, что вы цените свою аудиторию. Еще один совет. Задавайте открытые вопросы, чтобы побудить к разговору. Задавать вопросы — хорошая идея. Это дает людям возможность поделиться своими мыслями и опытом. Совершенно верно. Это помогает наладить диалог и делает взаимодействие более содержательным. Еще один совет. Будьте искренними и искренними в своих ответах. Очень важно быть аутентичным. Люди ценят искренность и чувствуют, что кто-то искренен. Именно так. Проявляйте сочувствие и понимание в своих ответах. Это помогает наладить связь с аудиторией. Я согласен. Эмпатия имеет большое значение для установления доверия и налаживания позитивных отношений с вашими подписчиками. Кроме того, по возможности старайтесь персонализировать свои ответы. Обращайтесь к людям по именам и подтверждайте их конкретные комментарии. Персонализация добавляет индивидуальности и заставляет людей чувствовать себя услышанными и услышанными. Это отличный способ сделать общение более значимым. Отвечать с благодарностью также очень важно. Найдите время, чтобы выразить признательность за поддержку и отзывы, которые вы получаете. Благодарность очень важна. Это показывает, что вы цените вовлеченность аудитории и побуждает ее продолжать общаться. Еще один совет. Поощряйте контент, создаваемый пользователями. Это может быть конкурсы, задания или просто запрос на участие пользователя. Контент, созданный пользователями, – отличный способ вовлечь аудиторию и заставить ее почувствовать себя активными участниками вашего сообщества. Наконец, постарайтесь быть последовательными в своих усилиях по вовлечению. Регулярно отвечайте на комментарии, сообщения и участвуйте в обсуждениях. Последовательность укрепляет доверие и свидетельствует о вашей приверженности формированию динамичного и заинтересованного сообщества. Совершенно верно. Следуя этим советам, вы создадите позитивную интерактивную среду, которая будет поддерживать интерес аудитории. Спасибо, что поделились этими ценными советами, Анна. Я обязательно буду использовать их во время общения. Дискуссия была плодотворной. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что эти советы оказались вам полезными. Уверен, что они улучшат ваши усилия по вовлечению. Удачи! Спасибо, Анна. Я ценю вашу поддержку. Мы готовы к более увлекательному взаимодействию и созданию сильного сообщества. Спасибо. 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 Продолжение следует...